День вкусной еды, который на днях отмечали во всем мире, должен начинаться вкусно. Поэтому экскурсия на комбинат школьного питания «Большая перемена», приуроченная к этому гастрономическому празднику, началась с посещения кондитерского цеха. Здесь как раз пекли булочки. Мы сейчас раскатываем тесто, добавляем туда повидло, потом формуем булочки с повидлом. Говорят, мужчины – лучшие работники на кухне. В этом цехе пекут и булочки, и батоны, и хлеб, и над выпечкой колдует именно представители сильной половины человечества. Может быть, поэтому из духового шкафа выходят вкусные и румяные мучные изделия. Очень вкусно. Домашние можно сравнить? Ну, скажем, что очень близко, приближенные к домашней, вкусные булочки. Если родители в ходе экскурсии смотрят, какие продукты используются для приготовления продукции, и как происходит подготовка ингредиентов к отправке в школы и лагеря, то школьники интересуются самим процессом производства. Батон пипечный пипец, сверху у него такие как надрезики получаются. Вот пекаря разрезает, такой чуть-чуть надрезики делал, чтобы у него красивее было. Каждому прогалику с повидлом и можно идти дальше. Следующая точка – овощехранилище. Специальная температура, чтобы овощи не поручили. Огромная овощечистка справляется с необходимым объемом картофеля и моркови за считанные минуты. Работники доводят овощи до идеальной чистоты, а потом отправляют на вакуумацию. Продукция вся поступает чистая. Нету, вот, допустим, вот пришел нам на склад, картошка, с нее же сыпется грязь, где-то что-то. В школу приехало все чистенько. Они спокойно загружают в холодильник, в манер, в каком-то, и все. Не приходится школьным и лагерным поварам возиться и с разделкой мяса. Котлеты приходят в готовом виде, остается их только в духовой шкаф поместить. Кусочки говядины и курицы для плова и без строганого тоже нарезаются на комбинате, вакуумируются и отправляются на пищеблоки. 22 школы в Блакове, 4 в селах, 18 школ в Энгельском районе, а также детские сады, входящие в структурные подразделения образовательных учреждений. Сейчас еще и оздоровительные лагеря. Представляете, какой объем выполняют работники комбината. И поэтому важно наладить правильный режим работы. Это все распределяется. Допустим, сегодня где-то уже ассорти идет овощей. То есть все. Бывает, что только картофель уходит. То есть все зависимо от заявки. Экскурсии на производство всегда вызывают интерес. А когда дело касается питания, то желающих понаблюдать за приготовлением еды особенно много. Чем кормят наших детишек? Какая продукция? Откуда она? И сама даже работа сотрудников вызывает интерес. А юные любители поэкспериментировать на кухне взяли на заметку рецепты булочек, чтобы потом испробовать их дома. Я смотрела просто в интернете, как бил под булочки. Это похоже на интернет или нет? Не очень. Почему? Потому что там все по-другому делают. Такие экскурсии на комбинат школьного питания «Большая перемена» будут проводиться еще не раз. Для родителей это возможность проконтролировать качество продуктов, из которых готовят завтраки и обеды их детям в школе и в лагере. А детей заинтересовал процесс производства. Возможно, теперь ребята будут более охотно кушать в столовых. Ведь они побывали в закулисье комбината и сами увидели, что к ним на стол попадают такие же продукты, какие бывают в домашнем холодильнике.